Начало 20 века. Воины, политические перевороты, вместе с тем светские приемы, да и преступность далеко не в отпуске. Как раз в это время свою государственную службу начинает письмоводитель Эраст Фондорин. Сама жизнь бросает ему вызов. Так и начинаются великие приключения. Борис Акунин. Серия книг об Эрасте Петровиче Фондорине – целая энциклопедия разных видов детектива. Автор поставил себе задачу описать жанр разными стилями. Отсюда шпионский детектив, герметический, этнографический и многие другие. И разобраться во всем этом ассорти вам поможет увлекательное повествование с тьмой невероятных сюжетных поворотов. Эраст Фондорин впервые предстает перед нами привлекательным 20-летним юношей. Он только начинает свою государственную службу. И его больше волнует, стройно ли он выглядит в костюме, нежели карьерные успехи. Но, увы, такова его судьба. Скоро будет совсем не до этого. Уже в третьей книге у Фондорина появляется верный помощник «Японец Масса». Он всюду следует за господином и готов отдать за него жизнь. Что же стало причиной такого трепетного служения? «Приключения» Раста – это 14 книг. Автор не очень заботится о хронологической последовательности истории. Именно поэтому многие загадки молодости сыщика открываются для нас уже в более поздних книгах, что придает сюжетам еще больше интриги. Фондорин вдохновляет и мотивирует. Красив, умен и благороден, ведет здоровый образ жизни. Но его успех в детективном деле прямо пропорционалил удачу в личной жизни. Хоть эта сюжетная линия достаточно слаба, каждая новая любовная интрига заставляет переживать не меньше преступной. Акунин по образованию востоковед. Именно поэтому одна из особенностей книг о Фондорине – японская тематика. Главный герой владеет динаниями восточной борьбы, специального сна, зарядки и многого другого, о чем вы узнаете, конечно же, из книг. Серия понравится всем от мала до велика. Здесь и исторические подробности, и увлекательный динамичный сюжет, и множество интригующих загадок. Признаться, последняя книга так себе. До судьбы Эраста скрывает еще множество тайн. Их безумно хочется узнать, поэтому веришь в продолжение. Хоть автор и заявил, книг о Фондорине больше не будет. Итак, если вы ищите приятное и полезное чтиво, то Кокунину по адресу. Читайте и помните, из всех наслаждений, отпущенных человеку, самоизысканное шевелить мозгами. До встречи на Мире Белогорье.